Здравствуйте, дорогие мои телезрители и, конечно, подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Начнем сегодняшний показ с горлодера, который в Сибири имеет особое место на столе и уж, конечно, в нашем сибирском сердце. Что такое горлодер? Это то, что при еде обдирает наше горлышко, доставляя массу при этом удовольствия. Так из чего сибиряки делают этот горлодер? Вообще мы про себя его называем очень так смешно. Смерть мухам и старухам. Ну и ингредиенты, которые сюда войдут. Сахар, соль, немножко аджики, очень острая смесь перцев. Это уксус, подсолнечное масло, это чеснок, это петрушка корневая, это жгучий красный перец. И вот здесь завернутая для того, чтобы собрать влагу лишнюю после мытья, это петрушка листовая и укроп. То есть корневая и листовая петрушка. Но если у вас аллергия на петрушку, пожалуйста, оставьте только укроп. Остальное все можно. Можете немножко туда добавить морковки на очень мелкой терке. Если морковь, она имеет схожие вкусовые и ароматические вещества с петрушкой, она ее подменит, но не доставит вам неприятностей. Значит, вот здесь стоит мисочка для сбора семян и всех ненужных частей. Это томаты собственные, с своего огорода. В середине жесткого пятна белого не имеется. Что мы делаем с томатами? Сначала хочу показать два томата, которые не годятся для горлодера. Вот такие вот. Видите? Это начинает загнивать потихоньку, механическое повреждение. И это загниет, и там уже инфекция есть точно. И зачем вам проблема в банке с горлодером? Значит, я их откладываю совсем. Теперь беру в руки томаты. Старательно выбирайте хорошие, не мелкие, без этих вот перегородок черных, которые из махровых цветов помидор выросли. Сначала мы снимаем крышечку. Крышечка это там, где был цветочек. Вот здесь есть какая-то остаточная штучка после цветка. Я ее тоже выкину. А теперь нам нужно из камер выпустить семена и влагу. Вот эту вот воду, вот этот вот сок помидорный, он нам здесь не нужен. Зачем? Вы поймете, когда мы все это с вами перекрутим и сделаем уже готовый горлодер. Наш стол готов к тому, чтобы все перекрутить, все правильно перемешать. И я, конечно, внесу вот то свое, свое умение и знание в ингредиенты, из которых будет состоять горлодер. И очень прошу вас внимательно слушать и смотреть, если вы хотите сделать вкусно. Первое, что мы будем перекручивать, это, конечно, будет чеснок. Потому что именно он всегда забивает вот там этот валик, на котором он крутится. А нам надо его пропихнуть, еще мы зря его чистили так долго. Значит, чеснок должен быть чистым, беспятен, чтобы не было никаких проблем потом с закисанием. Включаем мясорубку и я буду очень быстро это делать. Значит так, у нас стоит сахар и соль, и мы начинаем добавлять. Ну, вот на это количество я добавлю, еще раз солью сок, я добавлю примерно 2-3 ложки сахара. Значит, 2 ложки, 3, 2, наверное, маловато. Ну, вот с горкой может быть, да. Теперь мне понадобится соль. Это основной ингредиент. Значит, вот одну ложку сыплю, но с горкой. И даже вот назад верну немножко. Пока этого достаточно, и я перемешаю все, что у меня получилось. Теперь мне нужно подсолнечное масло. Да, каждая приправа, сделанная на как бы небольшом хотя бы количестве подсолнечного масла, она будет не только вкусной, но и хранение у нее будет, естественно, гораздо дольше. Ложка. Ну, на это количество опять 3 ложки подсолнечного масла. Вот так раз, два и три. И когда смотрю передачи кулинарные, там, когда считают ложки масла, льют так, что льются вот так вот через край. А они говорят всего ложка. Нет, у нас три. Теперь здесь есть вот смесь перцев. Вкусно, безумно просто. И я вот вытру нож, об салфетку, еще раз об салфетку. И на кончике ножа введу вот такое количество. Я очень люблю этот вкус и запах. Очень люблю. Я еще перекрутила кусочек вот такого жестко жгучего перца. Я предпочитаю перец каенский, который очень жгучий. По сравнению с другими перцами у него 50 единиц жгучести, а у остальных 9 только максимум. Значит, это уксус разведенный. Он 9-процентный. Поэтому не надо лить туда. И не поэтому даже. А не надо лить туда. Надо все делать в ложку. Желательно над другой чашкой. Вот такое количество я положу для начала. Это чуть меньше чайной ложки. А теперь тщательно перемешиваем. Все. Наша приправа готова. Она правда очень вкусная. Вы можете через пару часов разложить это в банки. Надо, чтобы все соединилось. Еще раз попробуйте. Еще раз долейте. Положите того, чего вам кажется, что не хватает. И разложив в банки, уберите в холодильник. Причем раскладывая в банки вот так. Подверх. Прям под крышечку. Чтобы она прилипла. Чтобы там воздуха было минимальное количество. Удачи вам. Приятного аппетита. Здоровья и счастья всей вашей семье. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!